Всем привет! Мы уже очень давно не виделись с вами и толком не снимали видео, потому что было очень много дел. В этом семестре, как вы знаете, мы учились и работали дистанционно, потому что университет был закрыт на карантин, и сейчас, буквально неделю назад, может, даже меньше, работа закончилась, и мы спокойно теперь пытаемся войти в привычный ритм жизни, выходить гулять, по крайней мере, на улицу, потому что до этого вообще не получалось, или если получалось, то очень редко, и в основном мы работали и учились. Всем привет! Сегодня у нас очередной такой насыщенный день, можно сказать, уже с самого утра, у нас уже сейчас 9 часов, с самого утра уже съездил в миграцию, узнал о кое-какие нюансы, мне нужно было узнать. На удивление все понятно, быстро, как бы качественно. Посмотрим, когда будем с ними более чаще сталкиваться, потому что сейчас, на первый взгляд, кажется, что систему они намного упростили. Конечно же, они убрали русский язык, что для некоторых есть минусы, но в то же время система стала намного проще, нести бумажек меньше и так далее. Ну, да ладно, об этом будем говорить потом. Сегодня у нас еще налоговая, поедем в Икею и чуть-чуть займемся автомобильчиком. В налоговой, кстати, тоже интересно, что будет. Мне пришло сообщение, что нужно заполнить форму GPA или GPM 311, потому что в прошлом году я продал автомобиль. Да, у меня был Chrysler PT Cruiser, я его продал и, соответственно, там налог на прибыль, что-то такое. Я, конечно, про это раньше не знал. Хорошо, что пришло письмо, зарегистрировался еще неделю назад для визита в налоговую и сейчас мы тоже туда поедем, там на 10 часов. Ну, тоже первый раз, как бы, лично я первый раз в налоговую, женой мы уже ездили, мы возвращали деньги. Поэтому сейчас поедем еще в налоговую, все там разознаем и, конечно же, расскажу вам, что из этого получится, что там нужно платить, не нужно платить. Пока я вообще ничего не знаю, но посмотрим. Продолжение следует... Решил я все-таки встать подальше, не платить за парковку, потому что сейчас только 9.30, мне на 10, а парковка евро в час. Ну, решил не платить, а нам, вот сюда, вот это здание. Ну, так, друзья, объясняю всю ситуацию, как все происходит. Вот вся та очередь, что вы видели при входе в МИ, это для записи. То есть люди стоят и записываются на определенное время, на определенный день, чтобы прийти в налоговую. Я же это сделал по телефону неделю или полторы недели назад позвонил, мне на следующий день перезвонили, назначили время. Я пришел в свое назначенное время, меня опустили, продезинфицировали руки, дали талончик и сказали вперед с песней. Подождал я буквально минут 5, может быть, высветился мой номерок. В итоге подошел к инспектору, мы пообщались. Оказывается, что мне еще подоходный налог нужно вернуть. Мы заявку заполнили, узнаем, что это автомобиль продал я дешевле, поэтому ничего доплачивать не нужно. И еще сразу спросил за штрафы, потому что у них тоже спрашивают за штрафы, сказали, что штрафов нет и это очень хорошо. Поэтому с налоговой можно считать все оконченным. Теперь будем заниматься дальше. Не знаю, сейчас, наверное, поедем в машину, сползнем, потому что я вчера катался по пыли. Вот, у меня вчера были свои приключения, конечно. Хотел найти озеро, не нашел, зато нашел пыль. Нашел пыль. Как-то так. Ладно, сейчас встать. Новая память приборов. Такая красивая, красивая. Ну да ладно, сейчас тогда едем дальше. Еще я хотел в Викею заехать. Наверное, сначала помоем диски, машину, а потом в Викею полетим. За покупками. Итак, у нас здесь, конечно, куча всего. Что мы еще не сделали. Но сегодня мне надо все-таки вот эта штука. И сейчас закончим с дисками. Я уже практически закончил. Но можно видеть, еще есть черное. Вот такое вот, допустим. Я хочу от этого вообще избавиться. Сейчас будем пробовать. В принципе, здесь тоже. Видите? Ну я поделал фото, я вам покажу. Сейчас будем опять от всего избавляться. Ну и так, финальный вариант. Что получилось? Два раза. Второй раз брал губку обычную для мойки посуды и протирал. Получилось вот что. Но не скажу, что прям идеально. Потому что остались зоны, допустим, вот здесь. Их еще нужно протирать. Вот видно, они вытираются. То есть, и здесь тяжело, трудно достать. Но, как итог, что было и что стало, конечно, стало намного лучше. Стало намного лучше. Вот этот задний диск, конечно, это счестно просто. Это счестно, не знаю как. Он поврежден. Ну да ладно. Но общий результат мне, конечно, нравится. Потому что, ну, смотрите, смотрите. У них хоть на диске стали похожее, они смотрятся хоть красиво. Вот так вот. Так что, ну, однозначно эту штучку рекомендую. Но нужны какие-то, какие-то специальные тряпочки, чтобы туда прям достать в середину. А так рекомендую. Однозначно рекомендую. Поэтому пользуйтесь. Если у вас диски убиты, ну, в смысле грязные, то пользуйтесь, конечно. Эта штучка помогает. Ну, возможно, другие какие-то будут намного лучше. Но даже это мне понравилось. Учитывая то, что я ее брал по 40% скидке в Максиме, вообще грех на что-то жаловаться. Икея. Увидел вот такие штучки и решил все-таки взять три таких и две таких. Попробуй. Эти по 2,99, эти по 5,99. Попробуем. Я думаю, не будет как раз, потому что сейчас... Сейчас солнце прям после обеда светит прям в комнате. Это плохо. Ковер 1, ковер 2, на окна и... Вот эта штучка для воды. Уже забыл, как она называется. Господи, пожалуйста. И так, вот наши шторы. Тишина, вы их видели в Икея. Здесь они с одной стороны просто черные, а с другой светоотражающие получается. И белые. Белые они обычные. Они с одной и с другой стороны одинаковы. То есть никакой разницы. Сейчас мы... А, ну вот есть инструкция. Они 100 на 190 получается. Сначала надо промыть окно. Отрезать, если надо. Вы их можете отрезать по длине, сколько надо. Прикрепить вот этой стороной наверх. И потом с помощью вот этих штучек можно прикрепить их снизу. Получается, мы их прикрепляем снизу и можем регулировать как бы высоту. Ну, сейчас у нас все это так выглядит. Это я пару дней назад завесила. Стало реально легче. Потому что вот после обеда и до самой ночи прям солнце светит. Ужасно, короче говоря. Ну, сейчас я все сделаю. Так. Ну и нам еще понадобится, конечно же, жидкость, чтобы все промыть. Окна промыть, окна помыть, промыть сверху. Здесь не обращаем внимания. Здесь резина. Приборка моя старая. С этим всем мы тоже будем разбираться чуть позже, конечно. Итак, вот одно окно мы уже закончили. Там просто сверху приклеили полоску. Правда, чуть-чуть криво. Вот, бывает, это первый раз. И снизу вот так оно выглядит. По сути, этими штучками мы можем регулировать высоту, если нам нужно открыть. И там они просто на защелках таких вот, на липучках, да, открываются и все. Ну, уже намного легче стало. Сейчас мы с Верой второй сделаем. Да, можешь? Да, конечно. Здесь высоко у нас очень, очень высоко и страшно здесь стоять на стуле. В общем, ребятки, у нас пока что пауза. В общем, наша рекламная пауза закончилась. И мы продолжаем доделывать работу. Напоминаю, мы клеим пролеты или жалюзи на балконе для того, чтобы было не так жарко в квартире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова